Привет, меня зовут Дэн, и сегодня я расскажу про статичные трюки на слэклайне. Это простые статичные трюки, которые отлично подходят для новичков. И самый первый трюк, который необходимо научиться новичкам, это сидеть на стропе. Данный трюк довольно простой, но у него есть один нюанс. Вы должны сидеть немножко в диагональ. То есть, если вам удобно сначала поставить левую ногу, то сидеть вы должны на правой ягодице. И, соответственно, наоборот. Если вы сядете на правую ягодицу и поставите правую ногу на стропу, ваш центр масс окажется за стропой, и вы просто упадете, либо будет очень сложно держать баланс. Поэтому садитесь в диагональ. Чтобы научиться сидеть, нам нужно, допустим, сесть на правую ягодицу, поставить левую ногу. Правую ногу вытягиваем чуть-чуть в сторону и пытаемся поймать баланс за счет рук, немножко помогая себе сгибанием ноги. Когда начинает хорошо получаться, пробуем аккуратно поставить вторую ногу на стропу и увести баланс полностью в руки. Следите внимательно за своим тазом, потому что инстинктивно будет хотеться ловить баланс именно им. И это вас будет ронять. Еще важный нюанс – не заводите ногу под стропу, потому что это вас сразу уронит. Следующий трюк после сита – это будда. Начинаем сидя на стропе, складываем сначала одну ногу, привыкаем к равновесию, и аккуратно кладем вторую ногу. Чуть-чуть подвигаемся ближе к ногам, ловим баланс руками. Следующий трюк, который мы изучим, называется дропни, то есть опускание колена. Он пригодится нам в будущем для того, чтобы вставать на стропе без опоры на землю. Что бы его сделать? Стоим на стропе, ловим баланс, заднюю ногу поднимаем, кладем на стропу верхней частью стопы. И начинаем аккуратно приседать на передней ноге, контролируя свой баланс с задней ногой. Сели, опустили колено, чуть-чуть посидели, также аккуратно встали и поставили заднюю ногу, как положено. Хорошее упражнение – это идти по стропе и на каждый шаг делать дропни. Когда дропни хорошо будет получаться и сможете сидеть в нем довольно стабильно, можно попробовать трюк «фут плент». Это когда передняя нога начинает скользить по стропе вперед и выпрямляется. То есть мы сидим в дропни, у нас задняя нога, колено опущено вниз, а передняя нога вдоль стропы. В принципе, особых каких-то затруднений этот трюк не вызывает, но выглядит довольно эффектно для людей, не посвященных. Если устали ходить по стропе или сидеть, можно просто попробовать полежать. Здесь действует то же самое условие, что мы должны лежать чуть-чуть в диагональ. Садимся на стропу, ноги на земле, аккуратно опускаем спину на стропу и обязательно кладем затылок тоже на линию. Кладем сначала одну ногу, пытаемся поймать баланса, потихоньку отпуская вторую ногу от земли. Когда почувствовали уверенность, кладем вторую ногу. Ни в коем случае не пытайтесь хвататься за стропу руками, потому что у вас это единственный балансир, который помогает держать равновесие. Если вы схватитесь руками за стропу, 90% что вы упадете. Часто в статических трюках на слэклайне используются позы из йоги. Самое первое, что я советую попробовать, это поза дерева. Стоим на стропе, плавно поднимаем руки вверх и сводим их над головой. Когда почувствовали, что уверенно стоите в такой позе, аккуратно поднимаем ногу и ставим ее стопой себе в район колена. И пытаемся в этой позе сохранить баланс, спокойствие, не дергаться. Или, например, другая поза называется второй воин. Она более сложная, но более красивая. Стоим на стропе и выдвигаем ногу далеко вперед. Привыкаем ловить баланс в такой позе и аккуратно разворачиваем заднюю стопу на 90 градусов. Привыкаем, ловим баланс и потихоньку разворачиваем наши плечи параллельно стропе, вытягивая руки в стороны. Взгляд всегда направлен прямо. Фиксируемся в этой позе и пытаемся не упасть. Для тех, кто только учится стоять в экспозиции, есть довольно хорошее упражнение, называется голубь. Выполняется оно так. Ставим на стропу правую руку и колено левой ноги. Левую руку вытягиваем вперед, правую ногу вытягиваем назад и пытаемся устоять в таком положении. Когда получается уверенно стоять в обоих вариантах, и на правой ноге, и на левой ноге, то пытаемся перейти с одной позы в другую, не касаясь земли. Если понравилась подборка трюков, пиши в комментариях. В следующий раз сделаем подборочку более сложных трюков. Не забываем подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Жмакай колокольчик, ставь лайк и до новых встреч!